Иногда сыновство, иногда супружество, отцовство, где-то отцовство, где-то сыновство, где-то супружество, дружба. Бог может иметь взаимоотношения очень семейственные с душой, в качестве очень близкого и дорогого. Как член семьи, как родственник, близкий родственник. Но в Библии он описан как отец, как доброжелатель, как тот, кто дает нам хлеб насущный. Он благо и он велик. Бог есть благо. Но он далек. Но в Кришна-концепции он приходит к нам как интимный, близкий друг. Это нечто более глубокое, нежели Библия. В Библии он не описан как враг. Но цель, цель, сознание Кришны. И в Библии эта цель не описана. Кришна, иногда сын, иногда супруг, иногда друг, иногда владыка. На различных стадиях он принимает нас и наше служение очень интимным образом, очень любящим образом, очень сладостно. Любовь, сладость, красота, очарование. Все это аналогичное явление. Чарующий, дружественный, дружелюбный. Его любящее объятие. Высшая реальность такова. Наш дом. Сердце, сердец. Сокровенная глубина. Он сердце наших сердец. Параматма. Духовные специалисты говорят, что есть дикша. Это процесс, посредством которого духовное знание передается. Диве гьяном. Новое знание, новая оценка окружающего мира пробуждается в сердце человека. Новое видение, новое восприятие пробуждается изнутри. То, что мы видели, это ложно, майя. И что есть реальность, то, что реально. Я хочу постичь это, понять, осознать реальность. И реакция, моя реакция, в силу моих ложных расчетов и ложной деятельности. Ложный расчет, ложная оценка. Все это устраняется. Пап означает реакция, которую я накопил. Из-за моей ложной оценки и взаимодействия. Ложного взаимодействия, основанного на ложных расчетах, ложной оценке. Взаимодействие с окружающим миром. Все это очищается, когда я обретаю подлинную оценку окружающего мира. Внешнего мира. Таков результат Дикша, Диве Гьяны. Не знание с моей точки зрения. Но точки зрения самого мудрого взгляда. Я вижу сквозь призму своего эгоизма. Ложное восприятие. Окрашенное эгоизмом. И заменяю это видение подлинным видением, истинным видением. Благодаря истинной оценке, подлинной оценке внешнего мира, мира вовне. Мы должны научиться правильному взаимодействию с миром. Такова Дикша. Мы должны понять, делай это. Какова природа мира, в котором мы живем. Мы не являемся владыками того, что мы видим. Я не владыка всего, что меня окружают. Это ложное представление. Но существует монарх. Самодержец. Мы не являемся самодержецами. Я не самодержец. А я также подчинен ему. подчинен ему. Я не владыка, но я тот, кто занимает подчиненное положение. Я часть его царства, принадлежащего ему. И каков результат этого царствования? Необходимо знать. Знать это. И действовать соответствующим образом. Соответственно, наставлением подлинного владыки или наставника. Абсолютного наставника. Это Дикша, Диви Агьянум. Божественное знание, Диви Агьянум. Что есть Божественное знание? Не только ложно то представление, что я собственник, но представление, необходимо истинное представление о едином, одном собственнике. Немногие, но один. Один, но не я. Владыка целого. Это Бог, Господь, Кришна. Не только мир принадлежит Ему, но и мы принадлежим Ему. Такое знание. Кто мы? Мы рабы, владыки мира, мироздания, бытия. Чувствовать эту истину. Я очень мал и незначителен. Это неизначителен. Моё состояние очень жалко. Я должен молить о милости, молить о помощи, о том, чтобы мне помогли, помогли разобраться с моей жизнью, заблуждением. С этими реалиями мы должны иметь дело каждый день. В этом цель, смысл дикши, обретение Диви Агьяном, Божественного Знания, избавиться от нашего локального провинциального опыта и обрести перспективу, подлинную оценку, подлинную оценку, основанную, идущую из центра, от владыки, оценку, представление о том, что есть что. обрести должное отношение к окружающему миру, забыть предыдущую оценку и обрести новое восприятие вещей и поступать, соответственно, этому новому видению. То, что мы видим вокруг нас, почитать эти реалии, они заслуживают почтения. И я не заслуживаю почтения с их стороны. Мне не принадлежит окружающим. Есть один собственник, и я также предложу ему и стараться идти в этом направлении. Все собственность, и я также собственность. Я слуга. и согласно воле хозяина, я должен взаимодействовать со всеми реалиями. Это служение. Господу следует служить, не наслаждаться им. И его реалиям также следует служить, не наслаждаться ими. Таково направление. Вот, что мы обретаем благодаря Диви Агьяне. Я частица служения в этом мире. У меня нет права отрекаться. Раб не может устраивать забастовку рабочей. Ты рожден для того, чтобы выполнять свой долг. Ты не можешь ни работать согласно своим прихотям, ни устраивать забастовку, отказываться сотрудничать. Нет. У тебя есть только одно направление. Ты должен выполнять свой долг. если ты не выполняешь его, ты совершаешь оскорбление. Оскорбление наказуемое. Ты будешь наказан. Реальность сурова. Реальность жестока. У нас нет независимости. У нас нет независимости. Мы не должны думать, что нам принадлежит что-то. И в то же время мы не должны думать, что мы принадлежим к себе. и думать, что по своей прихоти, согласно своим капризам, я могу взаимодействовать с окружающим миром. Нет, мы связаны с долгом, обязанностью вести себя с окружающим миром определенным образом, почтительно, в духе служения. Тогда, если мы делаем так, мы нормально. В противном случае мы сумасшедшие. Сумасшедшие ты должен быть наказан за эту аппаратку оскорбления. Речь идет о севе, о служении. Ни бога, ни тяга, ни наслаждения, ни отречения. У нас нет права на это. Нет права наслаждаться, нет права отрекаться. Но у нас есть только одна перспектива — служить. И мы должны смело с открытым забралом встречать эту реальность. Бог не может Бог не жесток, Бог не суров. Если мы поймем смысл, цель, стоящая за этим, тогда мы постепенно обнаружим, что это единственный ключ к счастливой жизни. не самовозвеличивание с помощью других. Мы хотим жить за счет других. оскорбляем. Оскорбляем. Это предательство. Это неуместно, не должно. Но нельзя думать, что поскольку я не могу использовать других или другое ради себя, своих эгоистических целей, то я должен отречься, отвернуться. Это также неуместная позиция. У нас должен быть долг, обязанность перед окружающим миром. Я не могу обрубить связь с окружающим миром. Органическое целое все взаимосвязано. У нас есть также эта взаимосвязь с окружением. Это естественно. Мы часть органического целого. И у нас есть конкретный долг перед друг другом. Как у этого тела. У каждой части тела есть определенная функция, обязанность перед другими частями. Ни бхога, ни тяга. Гьяни, шанкариты, буддисты, ни тяги. Они заблуждаются. Ни наслаждение эксплуатации, ни отречение тяга. И то, и другое недопустимо. Ложно. Мы должны глубоко понять эту истину. Один хороший ученый, но он впадает в растерянность. Он не в состоянии понять эти истины. Он ученый, доктор, профессор, но интеллект не способен помочь нам понять эти истины. В этом состоит затруднение. Не только чтение Писаний, независимое чтение. Несамостоятельное чтение Писаний не может дать нам необходимый свет, позволяющий понять, что и что. Махапрабо говорит, изучай Бхагаватам под руководством Ваишнава, пытайся обрести правильный угол зрения, точку зрения. Тебе необходима Ачария, если ты хочешь изучать Богооткровенные Писания. Ты не можешь изучать их самостоятельно, независимо. Эмпирическим образом мы не сумеем понять. Только нисходящий метод возможно. Откровение. Это знание может прийти к нам таким образом. И оно не зависит от нашей эрудиции, учености. Неграмотный человек может понять больше. А человек образованный не сумеет понять духовные истины. Лечь не идет об образовании или невежестве в расхожем смысле слова. Образование не поможет нам понять эти истины. Академическое знание. Только пранипад парипрашна сэба. Настроение служения, преданности, жертвенности. Эти реалии помогут нам обрести просветление благодаря высшей истине откровения. И свет исходящего твоего вишнава может не зайти в мое сердце. В мое сердце. И в мое ухо. И в действительности, в мою душу. Душа будет пробуждена. Тело души будет расти. И мы освободимся от рабства. Таким образом. Дивья гьяна. В этом смысл дикше дивья гьяна. Занять себя в поиске Бога откровенной истины. Посредством определенного процесса. Пранипад парипрашна сэба. Преданность. Честное искреннее вопрошение и настроение служения. Тогда мы сумеем обрести это знание. Понимание. И мы должны занять правильную позицию, чтобы обрести благо дикше. Это не есть нечто формальное. Это не означает, что мы просто должны повторять мантру, которую получили. Но у мантры есть смысл. Она что-то нам говорит. Она хочет что-то сказать мне. И она просит меня делать это. Я должен выполнять то, о чем она меня просит. Тогда я получу желанный результат. Цель дикше будет осуществлена, достигнута. Но простое повторение нескольких технических звуков на этом не исчерпывается дикша. 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 Знание передается. Вечность о реализации высшей жизни, уместной, должной жизни. Вечной жизни, жизни после смерти. Непрерывная жизнь, вечное знание. Вечное знание, вечной земли, вечности. Знание, объект познания и процесс. Знающий объект познания и процесс познания вечный. Я – вечная часть этого вечного мира. И существует вечность. Я – часть этого. И вечные взаимоотношения также присутствуют. И из этих отношений столь многие функции восстают. деятельность, предполагаются, которую следует выполнять. Такого рода долг следует выполнять. Вечный долг. В этом смысл дикши – дивья гьяна. Вечь не идет о бренных реалиях, но о реалиях сверхъестественных, трансцендентных. Фонд